Россия официально признала, что в Сирии идет война. Соответствующее постановление накануне утвердило правительство. События в государстве выходят из-под контроля. Мировое сообщество готовится к отставке президента Башара Асада. По сообщениям разведывательных органов, террористы планируют атаки на членов правительства, преимущественно на христиан. Журналисты побывали в неспокойном регионе. До сих пор военные действия обходили его стороной. Но, похоже, теперь они идут и на улицах столицы. И это уже нечто особенное. Группа, именуемая «Бригада Ислама», взяла на себя ответственность за нападение на строго охраняемые объекты национальной безопасности в Дамаске. Дерзкое нападение произошло на третий день непрерывных яростных перестрелок между свободной армией Сирии и правительственными войсками. Ситуация в Дамаске ухудшилась как раз вслед за наплывом беженцев из Ирака. Тысячи из них, преимущественно христиане, бежали в Сирию в результате религиозных столкновений на родине. Сейчас правительство Ирака препятствует их возвращению. Мы возвращаемся из Сирии, потому что здесь становится тревожно. Я озабочен безопасностью моей семьи. Однако и возвращение в Ирак не обещает спокойной жизни. Шииты и сунниты здесь воюют между собой. Взрывы не прекращаются. Куда же деваться иракским христианам? В то время как иракцы спасаются бегством, иностранные боевики практически ежедневно пересекают границы страны для того, чтобы воевать против сирийской армии. Эти снайперы только что заняли позиции около Хомса. К этому отряду присоединится еще десяток уже существующих отрядов. Мы собрали эту группу для того, чтобы поддержать молодых повстанцев, разделить их боль, пережить вместе с ними то, что здесь происходит, помочь в проведении боевых операций. С момента начала восстаний в марте 2011 года погибли около 16 тысяч человек.